В технопарке в сфере высоких технологий IT-парк имени Башира Ромеева состоялась третья международная кинопремия «Золотая тарелка», где традиционно наградили лучших режиссеров и представителей различных фильмов. Программа мероприятий была очень обширной. Помимо церемонии награждения, гостям и номинантам предлагалось посетить деловую программу и вечерний кинопоказ. Кинематографическая награда за достижения в области национального кино вручается на конкурсной основе молодым авторам по нескольким номинациям по результатам тайного голосования экспертов и зрительских рейтингов на сайте кинопремии. Оценка заслуг проводится по трем критериям – успешный прокат в своем регионе и за его пределами, успешное фестивальное продвижение, в том числе на международной арене и высокий рейтинг интернет-активности. У нас у кинопремии на самом деле несколько туров, несколько конкурсных комиссий, несколько призовых фондов. Это питчинг для проектов, которые либо вот-вот завершатся, либо в разработке. И там эксперты помогают помимо того, что мы раздаем финансовые призы, эксперты помогают своей ресурсной помощью, что позволяет доводить проекты до более высокого уровня. Далее фильмы делают свой органичный трафик по фестивалям, кто-то там интернет сбыт идет, кто-то сейчас уже, и сегодня мы это увидим кейс, прокатные кейсы. А также идет круглогодичная работа со зрителем, то есть мы расширяем охват. У нас несколько площадок, которые с нами традиционно работают, а также прирастают новые. Более 230 заявок из 30 регионов России поступили в новом сезоне кинопремии «Золотая тарелка». 57 из них попали в лонглист, а в шортлисте оказались 35 проектов и 12 регионов страны. В рамках кинопремии состоялась деловая программа «Киноконнектикум», во время которой прошли презентации от экспертов и партнеров Алтын-Таленьке. Большую дискуссию вызвал круглый стол о перспективах детского кино «Куда уходит детство». Также призовой фонд премии составил 2 миллиона 150 тысяч рублей. Главная награда и 500 тысяч рублей уехали вместе с Олегом Хомоковым в Кабардино-Балкарию. Сегодня, наверное, я получил самую большую компенсацию за все страдания. Лучший день в вашей жизни. За судьбу этого фильма. Долгая, трудная дорога была у него к зрителю, к фестивалям и так далее. Ну, сегодня вы сполна, как говорится, мне возместили. И, конечно же, спасибо Казани в первую очередь. Я сюда уже приезжаю как домой к себе. Еще до начала церемонии было известно, что мастерской «Братьев Кот» режиссером и сценаристом Александру и Владимиру присужден специальный приз профессиональное призвание имени кинокритика Кирилла Разлогова. Стоит отметить, что Александр Кот режиссер таких российских блокбастеров, как «Брестская крепость», «Елки-2», «Елки-3». А Владимир Кот известен как режиссер фильмов «День до», «Заступники», «Идеальная семья» и ряда других проектов. Главное, что фильмы наших студентов отмечены, это значит, что мы двигаемся правильно. И очень важно, что это здесь происходит, где, скажем так, кино регионов, не столичные штучки, а именно признание в регионах очень ценно, потому что регионы – это семья. Ярким завершением киновечера стал показ нового полнометражного фильма «Микулай» татарстанского режиссера Ильшата Рахимбая, вышедшего в федеральный прокат по всей стране. Также напомним, что третья межрегиональная премия в области кинематографии «Алтын Талинке» реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив Российской Федерации. Автором и инициатором премии является дирекция «Время кино». Елизавета Газизянова, Фарид Захитаглы, Универньюз.